Работники вещевого рынка против реконструкции. Говорят, они уже несколько раз переделывали свои рабочие места, сдавали деньги на свет и на ремонт дороги. Вначале сказали собрать деньги на дорогу, потом на крышу. Все люди согласны. Потом сказали зашить совсем. Люди взяли по 2-3 ролета, зашили из последних денег. Дети, вузы, кредиты, малолетние дети. Да что же это такое? Теперь нас сносят. Теперь магазины. Сейчас эти ролеты хотят сносить, ставят на магазины, которые текут. Ну, в общем, некачественные. Просто хотят тупо заработать деньги. Делают контейнера меньше, чем были у нас. Делают контейнера, черт ящего, из консервной банки. Откуда такие цены они просто берут на контейнеры, непонятно. То говорят одну цену, то другую. Дректор так ничего не может нормально ответить вообще на наши вопросы. Во-вторых, они раскурочили 10 контейнеров. Люди не работают. Делать ничего не делается. За сколько времени поставили только 2 такие железки под низ, на чем держится контейнер. Остального не делается. Каких подрядчиков они там выбирали, непонятно. Цены на новые модернизированные рабочие места звучат разные – от 30 до 50 тысяч гривен. Чтобы внести ясность, работники рынка решили собраться вместе и отправиться к администрации. Ответ охраны – директор занят. Как освободиться, выйдет. Но время идет, а директора все нет. Вы будете знать об этом. Хотите лично, пожалуйста. Хотите лично, вы назначите встречу. Будет дорога! Будет дорога! Будет дорога! Еще один вопрос, который собравшиеся хотят задать администрации рынка – зачем затевать реконструкцию, если через полгода, возможно, и рынка здесь не будет. Люди боятся остаться без денег и без работы. Срок аренды на земельный участок, на котором расположен данный рынок секонд-хенд, заканчивается у администрации якобы весной и в следующем году. Они планируют реконструкцию, никакие документы нас не ознакомливают. Мы боимся того, что это все фикция, что мы сейчас построим новые, сдадим деньги на реконструкцию рынка. У них аренда земли закончится в следующей весной, арендатор поменяется. И целевое назначение данного земельного участка тоже, возможно, поменяется. Неоднократные попытки вызвать директора успехом не увенчались. Директора! Директора! Съемочную группу АТН внутрь также не пускает охрана. Попытка граждан зайти в административное здание заканчивается потасовкой. Дверь закрывают изнутри. Перед входом остаются несколько человек, которые представляются охраной, но документы не предъявляют. На месте появляется мужчина, которого по форме можно идентифицировать как сотрудника нацполиции, и в котором люди опознают участкового. Он заходит внутрь здания и бесследно исчезает. На месте появляется патрульная полиция и следственно-оперативная группа, но и их внутрь не пускают. Людей прибывает. Собралось уже около 200 человек. Написано заявление о препятствии журналистской деятельности. Ситуация разрешилась лишь час спустя после отъезда съемочной группы АТН. Директор вышел к людям. По словам работников рынка, он согласился отложить реконструкцию. Правда, что делать тем, кто уже остался без рабочих мест, непонятно. Получить комментарий на камеру АТН так и не удалось. Телефон администрации молчит.